Далее глава Дагестана также встретился с местным активом. Говорили о качестве работы властных структур. Рамазан Аблатипов отметил, район живет в достаточно тяжелых условиях. Но во многих отдаленных селах есть и дороги. Это показатель грамотного подхода руководителя дорожного агентства. Также руководитель региона напомнил, в 2014 году муниципалитет занял 7 место среди 11 высокогорных районов республики. Основная работа здесь сельское хозяйство. 20 тысяч голов крупного и 125 тысяч мелкого рогатого скота для небольшого района показатель хороший, но нужно стремиться к большему. Аблатипов также напомнил, главная задача руководителей муниципалитетов и сельхозуправлений – кооперирование личных подсобных хозяйств. Это позволяет субсидировать в их производство. Если общество будет здоровое, это общество не допустит, чтобы качество власти снижалось. Это один из моментов. Второе. Когда я приехал в Ягызстан, я обнаружил, что власть отдельно работает, и у них свои проблемы. А у народа, у граждан, они отдельно, и у них свои проблемы. Вот поэтому и получилось, что часть людей, ну, есть такое слово, отчуждены были от общества и от власти. Но не было взгляда на перспективу. Вот сейчас мы ввели проектное управление в Дагестане. Глава республики обратил внимание активы на другие актуальные вопросы, такие как образование и здравоохранение. С подробным докладом о ключевых показателях района выступил глава муниципалитета. Анвар Гаджи Вичедов рассказал, что удалось повысить оборот розничной торговли. В этом году он составил без малого 96 миллионов рублей. По программе импортозамещения засеяно 100 гектаров риса и создана инвестиционная площадка площадью в полтора гектара. Объем инвестиций Московского капитала за счет всех источников финансирования в 2015 году составил 4,5 миллиона рублей. Все составляет 41,5 процента по уровню 2016 года. Расшеты на одолжители объем инвестиций составляют 16,5 тысяч рублей в республике 76,9 процента.